Записываем серию бесед, которая называется Жития святых во свете Библии! Чтобы на все смотрели открытым оком. Вопрос 1897. Всегда ли нужно быть с опущенными долу глазами и жить по принципу «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Как сегодня говорят, обязательно, чтобы капуста в бороде была. Ответ. Да отнюдь никогда пусть не сбудутся эти слова на нас. Нужно жить активно, перед лицом Божиим ревностно. Если мы не перехватим инициативу, то враг воспользуется нашей медлительностью и возьмет вверх. События внезапно меняются и в сторону благочестия, когда на арене активный боец, а не рохля. Только что ходили хозяева жизни, вааловы жрецы, и мгновенно пророк или я изменил положение и познакомил их с секирой и потоком крови и воды. Третье царство, 1840. И сказал им Илья, схватите пророка Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их. И отвел их Илья к потоку Кессону и заколол их там. Но сегодня это не делают, но истинно. Словом Божьим, это можно разрушить до основания хитросплетения всех врагов, еретиков или православных священников, когда они отказываются идти на благовестие посылать народ. Вот ведут невинную жертву, оболганную судьями. Внезапно активный юноша кричит и мгновенно меняет ситуацию, и уже меч пройдется по шее у обоих судей неправедных. Даниила, 13, 45, 62. И когда она введена была на смерть, Сусанна, невинно оболганная при любодеянии, они сами ее добивались, возбудил Бог святой дух молодого юноши по имени Даниила. И он закричал громким голосом, «Чист я от крови ее!» И поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего, по закону Моисеева, и умертвили их. И спасена была в тот день кровь невинная. Николычу дотворит, 6 декабря. Избавлены от смертной казни мужи, видя себя неожиданно возвращенными от близкой смерти к жизни, проливали горящие слезы и спускали радостные вопли. А весь народ, собравшийся там, воздавал благодарение святому святителю. Прибыл сюда и правитель Евстафи, и хотел подойти к святителю. Но угодник Божий с презрением отвернулся от него. И когда тот упал ему в ноги, то оттолкнул его. Невинных приговаривал к смерти. Тот патриарх, чтобы был таким, не боялся ни президентов, никого. О, епископы не боялись этих, с кем они тут сегодня близки, кто им помогает. Вопрос 1898. Проявление всякой нечисти бывает и сейчас. Об этих барабашках много пишут. Но как бороться с этим наваждением? Вот чего не хватает. Какие-то заклинательные молитвы у святых есть? Ответ. Нужно жить в любви, в духе святом, в послушании Богу. И не молитвами, заученными только отбиваться, а просто, как у святых, разговаривать и показывать неверие им, призракам их, и веру в Бога, твердую, несомненную. И враг попятится. Жития святых как-то незавершенно смотрится, когда в конце нет борьбы с бесами, благоухания от мощей, исцеления на гробах. Но трудно ли догадаться, что совершенно это же может и дьявол сделать, и не так просто отличить эту подделку, чтобы не быть им увлеченным. Почему на Афоне сегодня так много бесноватых среди этих зелотов и грузинских радикалов? Вторая коринца на 11, 14, 15. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Антоний Великий, 17 января. Спустя несколько дней произошла новая борьба с тем же врагом. Святой имел обыкновение давать на память какой-нибудь подарок каждому, приходившему к нему с приношением, и для этой цели плел корзину. Потянул за полоску, из которой он плел корзину, он вдруг почувствовал, что кто-то держит ее. Преподобный поднялся и увидел зверя, который до пояса имел образ человека, а другая же половина ее туловища имела вид ослинный. Антоний, перекрестившись, сказал, «Я Христов раб. Если ты послан на меня, то вот я не бегу». И тот сейчас призрак вместе со множеством других бесов обратился в бегство и исчез. Вот и вся молитва. Не бояться демонов надо, а побеждать их верою. Я расскажу про себя немножко. Я когда жил в Вельске Тиме у одной хозяйки, Захарова Улита Григорьевна, и у нее несчастье получилось. Внезапно умер муж. А только что достроили дом, пятистенный большой дом. Сын молодой, лет восемнадцать, стали у башни опалубку срывать, подняли их на выдвижной, а машину не закрепили. И они двое были. Она пошла с возвышенности и ударила об асфальт, и его убили. Дочь вышла замуж, уехала с мужем офицером. А сын женился. Один взял сноха, такая против сноха. А второй сын в петлю полез. Вся семья так вот развалилась. Ну я у нее был на квартире. И в комнате какие-то шорохи, звуки, ночью кто-то топчется, а они слышат. А я хорошо слышал, а я ничего не слышал. Моя сестра родная слышала, и она везде свет зажигала. Но сестра уехала, я остался один. А сарае в огороде, там за углем идти. Я сижу, в это время я конспектировал Яна Златоуста, том за томом. И в это время слышу, как будто кто-то на меня наваливается. Я прихожу с работы, дома один сижу, в комнате холодно, и прямо слышу, волосы поднимаются. Волосы все у меня были еще. И как будто голос какой. Если ты будешь тушить свет, я нападу на тебя. И ты с ума сойдешь. И не в дверь, а в окно выбросишься. Я не слышу, это мысль мне такая-то. Ну что я должен делать, один в комнате? Ну, запереть комнату, уйти там ночевать у друзей. Не тут-то было. Я сразу же становился на колени. Я кланяюсь, прошу Господи, помоги одержать победу над сатаной, и простираюсь перед ним, пока жаром меня не охватит. И все тело нальется радостью. Сажусь, занимаюсь, спешу, проходит час-два, опять нападки. Дело к вечеру. Идти за углем. Я решил свет нигде не включать. В потемках беру уголь. Он ничего не может сделать. Ложусь спать, опять, как голос. Не выключай свет, я нападу на тебя. Тушу свет, перекрестился, лег, за мной сестра наблюдала, ну, примерно так, 17-20 секунд, мне, чтобы заснуть. Тело, тяжелая работа, работал бетонщиком, плотником, там, и еще вечер так себя веду. И он на меня нападал где-то недели две. Все, по сегодняшний день, больше его нету. Полная победа. Я могу делиться с людьми. Никогда не уступайте страхам. Тот, кто вас, больше того, кто в мире. И все на этом. Отойди от меня сатана. Вот, говорят, сейчас выходят на улицу, и там ее вот заколдовали. Подходишь к двери, всегда, перекрестись. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. И как перед крещением, говори, отрекаюсь сатаны, и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. И открывай дверь, смело перекрестись. Все, дорога расчищена. Ни один бесенок не подойдет. Макарий Александрийский, 19 января. В другой раз преподобный пожелал посмотреть сатой гробницу, называемую Кипотофион, в которой были погребены Иоанни и Амрии, волхвы египетские, жившие во времена фараона, чтобы там побороться с бесами. Ибо про это место говорили, что в нем было множество лютейших бесов, которых собрали туда названные волхвы посредством своего волшебства. Он когда шел, бесы напали, он даже посчитал, их 70 было. Они не пускают, он говорит, да пойдите отсюда, я посмотрю и уйду. Ну зашел, сад, яблоки, все засыпано песком, трухлявое. Там ничего нигде нету. Ну, он смотрит, пустое ведро там на ветру кащается, где вода была, колодец засыпан, ничего там нету. И когда интересно, он шел и ставил тычки, чтобы по ним найти там палочку, пройдет там километр палочка, ну пустыня-то, издалека видать. Ночью проснулся, а все эти тычинки возле головы лежат, бесы собрали и положили. И он сразу подумал, слава тебе Господи, чтобы я не на тычинки надеялся, а на Бога. Вот как надо рассуждать. Никита Затворник, 31 января. Поэтому к чему он стремился, то и выполнил. Он заключился в пещеру, крепко загородил вход и пребывал в молитве один, никуда не выходя. Тем не менее, спустя всего лишь несколько дней, он не избежал козьей дьявола. Во время молитвенного пения, он услышал голос, молящийся вместе с ним, и ощутил несказанное благоухание. Соблазнившись этим, он так размышлял сам с собой, если бы это был не ангел, то не молился бы со мною, и не было бы здесь благоухания Святого Духа. Вот Святого Духа он уже добавил-то. Он начал еще прилежнее молиться, говоря, Господи, иди с меня самое всезательное, чтобы я видел тебя. На это последовал голос. Не явлюсь я тебе, потому что ты юн, иначе ты возгордишься и можешь пасть. Говорит, какаво. Затворник продолжал слезно просить. Никогда, Господи, я не соблазнюсь. Меня научил игумен не внимать бесовским искушениям, но я исполню все, что ты повелишь. Тогда душепагубный змей, получив власть над ним, сказал, человеку, облеченному плотью, невозможно видеть меня. Поэтому я посылаю ангела моего, что он пребывал с тобою, а ты твори его волю. Затем точно предстал перед ним бес в образе ангела. Никита пал на землю и поклонился ему, как ангелу. Бес сказал ему, с этого времени ты уже не молись, но читай книги. Этим путем ты будешь беседовать с Богом и будешь подавать полезные наставления приходящим к тебе. А я всегда буду молить Творца всех о твоем спасении. Затворник поверил этим словам и обольщенный уже более не молился, но стал ревностно считать книги. При всем он видел беса постоянно молящимся о нем и радовался, думая, что это ангел творит за него молитву. С приходящими же к нему он много беседовал на основании священного писания, о пользе души, он начал даже пророчествовать. О нем повсеместно распространилась слава, и все удивлялись исполнению его предсказаний. Однажды он послал князю из Иславы с извещением, сегодня убит князь Глеб Святославович. Пошли немедленно сына своего святополка на княжеский престол в Новгород. Как он сказал, так и исполнилось. Действительно, спустя несколько дней пришло известие об убиении князя Глеба. С этого времени еще больше стали говорить о затворнике, что он пророк. И вполне верили ему и князья, и бояре. На самом деле, бес, конечно, не знает будущего-то. Но что он сам сделал-то? Если, например, он научил злых людей убить или украсть, то он и возмещает. Точно так же, когда приходили к затворнику, искавшие у него слово утешение, то бес, посчитавшийся им ангелом, сообщал ему все случившееся с ними. Вот бывает где-то, там, он мне имя сказал, такой-то, там, крестьянкин, или там еще на острове залит Гурьянов, я к примеру говорю. И вот прям умирает от страха. Он сказал, а что тебе сказал по Библии, по святой-то? По Евангелию? Никита пророчествовал, и все предсказанное им сбывалось. При этом, никто не мог сравняться с Никитой в знании книг Ветхого Завета. Все он узнал наизусть. Книгу бытия, исход, левит, числа, судей, царств, все пророчества по порядку. Вот говорят, сектанты, там она говорит, бабка, я каждый год прочитываю 6-7 раз Библию. Похвально. Ну, понимаешь ли ты ее когда-то не в церкви-то? Что тебе это чтение-то даст? Вообще, все книги Ветхозаветные он знал очень хорошо. А святых, евангельских, апостольских книг-то, данных нам по благодати Божией для нашего спасения и утверждения в добре, он никогда не хотел ни видеть, ни слышать, ни только читать. Ни с кем он не хотел и беседовать о Новом Завете. Отсюда и стало ясно для всех, что он соблазнен дьяволом. Удрюченные этим пришли к искушенному преподобные отцы. Все они прославлены добродетелями, пришедшие вознесли молитву к Богу о Никите и отогнали от него беса. Так что Никита уже не видел его. Затем, вывезши его из пещеры, они просили, чтобы он сказал им что-либо из Ветхого Завета. Он же стал клясться, что никогда даже не считал от тех книг-то, которые очень недавно знал наизусть. Притом, теперь он не знал из них ни одного слова. Теперь вы едва-едва могли научить грамоте. Постепенно, пришедший в себя по молитвам преподобных отцов, он исповедал свой грех и горько раскаивался в нем. Иоанн Богослов 26 сентября Аполлонит поведал о себе следующее. Уже много лет прошло с тех пор, как я спал на одре своем глубоким сном. Некоторый человек, став по левую сторону одра, потряс меня и разбудил. И я увидал, что он чернее обожженного и гнилого пня. Глаза у него горели, как свечи, и воспитал я от страха. Он же сказал мне, открой уста свои. Я открыл. И он вошел в уста мои и наполнил мое чрево. С этого часто сделалось мне известным доброе и злое, а также и все случающееся в доме. Вот откуда прозорливость может быть, прозрительность, ясновидение, вендрологи, чревовещатели. Семен Столпник, первое сентября. Тогда дьявол, ненавистник всякого добра, принял вид светлого ангела и показался святому вблизи столпа на огненной колеснице с огненными конями, как бы сходящим с неба, и говорил, слушай, Семен, Бог неба и земли послал меня к тебе, как видишь, с колесницей и конями, чтобы взял я тебя подобно Ильи на небо, ибо ты достоин такой чести за святость жития твоего, и пришел уже тебе сейчас кусить плоды трудов своих и принять венец похвалы от руки Господней. Поспеши же, раб Господень, узреть Творца своего и поклониться тому, кто создал тебя по образу своему, желает тебя видеть ангелы и архангелы с пророками, апостолами и мучениками. святой не распознал вражеского прельщения. Да сегодня монахи разве распознают, что все монашество не по слову Божию, что выкапывать мертвых не надо, это обольщение от лукавого. Господь говорит, оставьте мертвых хоронить мертвецов, кто хоронит, это мертвецы, оставьте им, но чтобы выкапывать мертвецов, это уже не мертвецы, это зомби какие-то. Феодосий Пещерский 3 мая В помещении, где пеклись для братьев хлебы, бесы немало досаждали братья своими кознями, то рассыпали муку, то проливали квас, приготовленный для хлебов, делали и многие другие неприятности братья. Однажды старший пекарь рассказал о кознях демонах преподобному Феодосию, тогда последний отправился в то помещение и затворил за собой двери, пробыл там до утренни, все время молясь Богу. С того часа бесы навсегда оставили это место в покое и не делали уже там ничего злого. В другой раз пришел однажды к преподобному брат из монастырского села и рассказал ему, что в хлебе, куда загоняли скот, появились бесы, которые причиняли большой вред, не давая скоту есть. Многократно священник считал молитву и окроплял помещение для скота святою водою, но ничто не помогало. Тогда преподобный, подкрепившись молитвой и постом, отправился в то село. С наступлением вечера он вошел в хлеб, затворил за собой двери и пробыл и пробыл там на молитве до утра. С того часа бесы уже не появлялись в этом месте и никому в том селе не могли сделать ничего злого. Никаких молитв заклинательных мы не видим. Другой брат рассказывал, много зла мне делали в келье бесы. Так, когда я ложился ночью спать, являлось вдруг множество бесов, которые, схватив меня за волосы и наступая на меня ногами, волокли меня по земле. Другие же из бесов, подняв стену, говорили, подтащим его сюда и задавим стеною. Подобное проделывали они со мной все ночи, а я, не будучи в состоянии терпеть это, пошел и рассказал все преподобному Феодосию, набереваясь переселиться оттуда в другую келью. Преподобный же сказал мне, нет, брат, не уходи, чтобы бесы не могли похвалиться победой над тобой и сказать, что ты бежал от них. Вот часто бывают люди работу меняют, одно слово скажут, все, развожусь, жена, все это бесы делают. Написано, не спеши уходить от лица господина твоего. Даже где-то гонят, и то посмотрите, надо ли бежать. Не успели еще какие-то события, развернулся, уже бегут оттуда. Но действительно нельзя, тогда вопрос другой, посоветоваться надо. Если ты будешь, уйдешь, то бесы с той поры будут делать тебе еще больше зла, как получившая власть над тобою. Усердно молись в своей келье, и Бог увидит твое терпение, поможет тебе победить их так, что они не посмеют и приблизиться к тебе. Вот так люди бывают. В церкви был, пришел, он говорит, в церкви был, и карман разрезали, и вытащили деньги. А что, да я сроду не пойду туда, там одни жулики. А вот этого делать нельзя. Вот раз ты возроптал, да куда смотрят проще, вот теперь демона-то будет делать все время. А если ты возблагодарил Бога, Господи, прости, что я не смотрел сам за собою. Благодарю тебя, Господи. Пусть эти деньги будут как милостыни, они дороже милостыни будут. Бесы за скрижищем зубами и отскочат, говорит Иоанн Златоуст. Никогда не ропщи, ни по-твоему, не старайся в ответ скорее сказать что-то, поблагодари Бога. Маркел, 7 июня. Но ведь ты, Кириак, устал, и тебе необходимо прежде всего отдохнуть с дороги, сказал бес. Благодаря помощи всеустрояющего Бога я не чувствую усталости, отвечал Кириак. А то надо расслабиться, надо то выпить, то пойти куда-то, поспать в воскресенье подольше. Ты отвечай так. Благодаря помощи всеустрояющего Бога я не чувствую усталости. И сатана отскочит от тебя. Иларион Великий, 21 октября. Другой юноша из окрестностей Иерусалима по имени Марсид опадал большой силой, так что мог поднять и нести 15 мер пшеницы, и ему не нужно было иметь осла для перевозки тяжести. При такой силе в него вошел бес и начал мучить, гоняя по пустыням и полям. Поймав его, окрестные жители связывали ему руки и ноги с железными оковами и цепями и держали под крепким запором, зорко за ним наблюдая. Но он убегал, легко сокрушая оковы и запоры у дверей по причине удвоенной силы бесовской и своей собственной и избивал всех, встречавшихся ему на пути людей. У одних он отгрызал нос, уши и губы, другим ломал руки и ноги, третьим выкалывал глаза, четвертых, наконец, убивал, перегрызая горло. Много других зверств совершал он в тех местах, и никто не мог его укоротить. Собравшись в большом счастье, народ, наконец, изловил его, связал по всему телу железными цепями и приволох к преподобному, как дикого вола. Увидав бесноватого, Иларион велел развязать его, и тот стал кроток, как ягненок. Затем была приведена из пределов газа бесноватая девица. Бес вошел в нее по следующей причине. Ее полюбил один юноша и пожелал находиться с нею в плотском сожительстве, но она сопротивлялась ему и не соглашалась на его нечистые пожелания. Увидев, что он не добьется успеха ни в силами, словами, ни дорогими подарками, юноша пошел в египетский город Мемпес к волхвам Асклипия и рассказал им о болезни, уязвившей его сердце и любовью к сей девице. Получив от них какие-то волшебные слова, написанные на медной дощечке, он возвратился домой и закопал дощечку под порогом дома, в котором жила та девица. Так научили его сделать волхвы. И точно же бес вошел в девицу и в такой степени распалил ее блудной похотью, что она начала бесстыдно кричать, призывая юношу по имени для удовлетворения страсти сбрасывать в себя одежды, обнажаться и всячески метаться, сгорая огнем любодеяния. Видя себе родители ее, поняли, что болезнь причинена ей дьяволом, и повели в монастырь к преподобному. Вот любовь с первого взгляда. Кто это разжигает такое? Вот он весь Голливуд. Когда же ее привели к святому, бес завопил. Я неволею вошел в сию девицу и насильно послан ее моим властелином. Теперь же я жестоко мучаюсь, не могу выйти, так как привязан к медной дощечке и закопан под порогом. Я не выйду, пока не разрешит привязавший меня юноша. Святой слегка улыбнулся и сказал, «Так вот как велика твоя сила, дьявол, что тебя связали ниткой и насильно удерживают медной доской. Почему же ты не вошел в связавшего тебя юношу?» «А в нем уже находится друг мой, любострастный бес», ответил тот. Помолившись, святой знал его из девицы и дал ей наставление, чтобы она остерегалась вражьих сетей и избегала беседы с бесстыдными юношами. Исповедники в Эдессе 25 августа. Епископ Варсис, оставшийся же после него одер-постель на острове Раде, подавал исцеление недугом. Все страдавшие какими бы то ни было болезнями, возлегая на тот одер, становились здоровыми и освобождались от духов нечистых. Вопрос 1899. Болезнь зависит от нрава человека, злой он или кроткий. Ответ. Это любому понятно, что большинство болезней на нервной почве. Не злись. И уже половина болящих сгинет бесследно. Не завидуй, не ревнуй, не суди. Не-не-не-не. И сатана не будет его. Вторая параллель, поминут 26.19. И разгневался Озия. А в руке у него кодильница была для каждого дня. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священников в доме Господнем у алтаря кодильного. Иоанн Златоуст 13 ноября. А одна женщина по имени Христина, будучи кровоточиво, умоляла своего мужа отвезти ее к святому Иоанну. Посадив жену на осла, муж отправился к монастырю и оставил ее перед монастырскими воротами. А сам вошел к святому и стал умолять его исцелить его жену от ее немощи. Святой Иоанн сказал тому человеку, скажи своей жене, чтобы она изменила свой злой нрав и перестала быть жестокой в обращении с рабами, памятуя, что и она сотворена из одного брения с ними. И пусть она позаботится о своей душе, раздавая милосты нищим и не оставляя молитв. Также воздерживайтесь и сохраняйте себя чистыми в постные и святые дни. И Бог дарует жене твое исцеление. Вопрос 1900-й. За здоровьем гонялись раньше и теперь и всегда. Но главное то, что болезнь не от грехов или есть и другие причины? Ответ. Сегодня, как и вчера, был лозунг неписанный у глупо верующих «Жить, грешить и не болеть!» Жить, грешить и не болеть! Вот главное. Но Библия нас учит, что диагностический центр Христов дает безошибочную карту болезни. Иоанн 8,11 «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши!» Иоанн 5,14 «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой еще хуже!» 2 Петра, 2,20 «Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути истины. Есть удивительные примеры в житиях, когда причину болезни тут же выписывали вместе с закрытием бюллетеня. ОМОН 4 октября «Однажды к нему приведен был отрок, укушенный бешеной собакой. В припадках беснования он кусал свое собственное тело. Родители отрока, припадая к ногам святого ОМОНа, просили его исцелить их сына. Но святой сказал им «Что вы утруждаете меня, прося у меня того, что превосходит мои силы? В ваших руках и болезни исцеления отрока, так как укравшую у вдовы святой назвал ее по имени Вала. Вы тайно убили его и съели, посему возвратите живого Вала и сын ваш исцелеет». Родители беснующегося отрока услыхав это, ужаснулись, что святой знает их тайны и, сознавшись в своем преступлении, клятвенно обещались возвратить украденное. Тогда святой помолившись исцелил отрока их с миром. А они же с радостью вернувшись в дом тотчас же сдали вдовице другого Вала вместо убитого ими. Благословен Господь. Аминь.